Напишите об излишне откровенных постах в социальных сетях, которые вам встречались. Моя знакомая написала в фейсбуке, что она волнуется о своем 15-летнем сыне, потому что его правая рука начала приобретать необычный коричневый-оранжевый оттенок. Выложила фотографии его руки. Она даже записала его на прием к врачу. Когда она выяснила причину, она написала, что ее сын использовал лосьон для загара своей сестры. Только она, похоже, так и не поняла, почему только его правая рука приобрела такой цвет, а не все тело. В результате, из-за ее поста, все ее знакомые в фейсбуке узнали, что ее сын дрочил, используя лосьон для загара. Моя мама опубликовала в своем блоге очень длинный, полный подробностей пост о выкидыше, который случился у моей сестры. Причем до того, как она опубликовала этот пост, даже не все родственники были в курсе произошедшего. Естественно, это привело к тому, что сестра отстранилась от мамы. Примерно через год она снова забеременела и сообщила об этом маме в самую последнюю очередь. Мы даже ввели семейный закон, что маме нельзя писать о нас в блоге без нашего разрешения. В принципе, для этого не нужны законы и правила, достаточно самого обычного чувства такта. Именно по этой причине я решила ни о чем серьезном не рассказывать своей маме. Неважно, сколько раз ты попросишь ее ни о чем никому не рассказывать, спустя пять минут она уже пишет об этом своей сестре. Мы с мамой пошли покупать обручальное кольцо для моей невесты. Она сфотографировала его сразу, как я расплатился, и вскоре опубликовала фото в Фейсбуке. Так что мне пришлось сделать предложение раньше, чем я планировал. Ничего себе, вот это тупизм. Даже хуже. Она перетянула на себя все внимание по поводу помолвки. Моя мама точно такая же. В этом году она испортила столько важных событий тем, что вела себя так, будто все это касалось главным образом ее. Моя подруга в Фейсбуке опубликовала фотографии со своей свадьбы и буквально на следующий день написала, что ее муж застукал ее за тем, что она делала минет своему соседу. Новоиспеченный муж выставил ее из дома вместе с ее пятилетней дочерью. И я не знаю, впустил ли какой-то мужик их к себе домой после такого. Ей точно стоило держать рот на замке. Я находился в аэропорту, возвращаясь домой из другого континента. Просматривая новости в Фейсбуке, я обнаружил пост моей тети, не сообщение, а опубликованный статус, о том, что этим утром умер мой дед в доме, в который я направлялся, чтобы погостить у него пару месяцев. Я позвонил маме, которая, как выяснилось, попросила всех родственников хотя бы в течение суток ничего не писать в социальных сетях, потому что хотела сообщить мне эту новость лично. Вся наша родня некоторое время сердилась на мою тетю после такого. Три года спустя, внезапно, посреди ночи, умер мой дядя, брат моей мамы и той самой тети. Его взрослая уже дочь должна была в этот день вернуться из загородного дома, и ее мама попросила всех родственников воздержаться от каких-либо публикаций в соцсетях, чтобы лично рассказать обо всем дочери, и чтобы той не пришлось садиться за руль в таком состоянии. Упомянутая прежде тетя предпочла снова проигнорировать все просьбы, и моя бедная двоюродная сестра узнала о смерти своего отца из поста в Фейсбуке, пока остановилась перекусить по дороге. Я обожаю ездить на лошадях. В Фейсбук у меня в друзьях есть одна женщина, которая разделяет мое увлечение, и у которой, кажется, есть немного нездоровая одержимость ее лошадью. Несколько лет назад она переехала на другой конец штата, где все стоит дешевле. Купила там участок земли и держит свою лошадь прямо в своем доме, а не в каком-либо сарае или конюшне. Вскоре после того, как она переехала туда со своей лошадью, эта женщина начала публиковать довольно длинные посты о своей лошади, которые отдают некоторой эротикой. Вот примеры ее сообщений. Здесь он более возбужден и ходит вокруг забора. Я так понимаю, в одиночестве? Я люблю, когда он подходит ко мне на пастбище и стоит рядом, обнюхивая и облизывая. Касание его скользкой шерстки, запах его кожи и дыхания, и я знаю, что поступило правильно, приведя его домой. Когда я иду с ним на пастбище, он прижимается ко мне, утыкается носом в мои руки и кладет голову мне на ладони. Нежно, как я научила его. Что мне делать со всем этим счастьем? После такого я стараюсь заглядывать в фейсбук как можно реже. Не знаю, можно ли это назвать излишней демонстрацией. Как-то раз я сфотографировала свою душевую и опубликовала фото в сториз с подписью «Собираюсь принять холодный душ в такой жаркий день». Приняла душ и даже не вспомнила о фотографии. Где-то через час подруга написала мне «Отражение». Я вгляделась и поняла, что на фото душа можно разглядеть отражение моего голого тела. Я сразу же его удалила, но к тому времени было около ста просмотров. Такие вот дела. Изменено. Произошло это три года назад, когда я еще думала, что писать подобную ерунду круто. Одна моя знакомая с работы каждый день постит в инстаграме совместные фотографии со своим парнем с ванильными подписями в углу фото. На каждой фотографии она пишет, сколько дней они уже вместе. Каждый месяц они отмечают годовщину. Когда они расстались, она удалила все совместные с ним фотки. В результате их осталось в ее аккаунте всего три. Где-то через месяц она начала встречаться с другим парнем, и теперь она проделывает то же самое со своей новой любовью. И, клянусь богом, иногда она пишет даже те же самые слова, которые писала на фотках со своим бывшим парнем. Подруга подруги написала о своей интрижке. Раскрыла имя человека, с которым у нее был роман. Написала, когда именно это произошло. Даже то, в каком именно кабинете их офиса. После написала о том, что нанесла глубочайшую рану своему жениху, ведь его бывшая жена тоже изменила ему. Просто *** дец. Один знакомый, который был у меня в друзьях в фейсбуке, в реале поссорился со своей девушкой, которая не состояла у меня в друзьях. Они удалили друг друга из друзей. После этого они продолжили ссориться, публикуя гневные посты. Это жутко меня бесило поначалу, пока не увлекло, и я стал следить за событиями, будто это был бразильский сериал. В итоге я начал ежеминутно проверять их профили, проверяя, не появились ли обновления. И я очень сердился, когда кто-либо из них не отвечал в течение нескольких часов. Двоюродная сестра опубликовала запись о том, что ее парень ей изменяет. Его мать написала, что это неправда. Сам парень этого не отрицал. Спустя каких-то 15 минут, ее сестры, ее мать, парень, ее матери и еще около шести родственников вступили в жесткую полемику в комментариях к посту с неверным парнем, его родней и его друзьями. Отвечаю, этот спор длился не меньше 8 часов и перешел в четырехмерное измерение. Одна моя подруга со школы имела дурную привычку, от которой к настоящему моменту избавилась. Каждый раз, как ее малыш что-либо ел, она выкладывала фотографию с ним, сидящим на своем высоком детском стульчике, с подписями наподобие «Билли?» Имя изменено из соображений конфиденциальности. «Любит мамины тосты с арахисовым маслом». «Билли в восторге от спагетти». «Билли обожает мамины блинчики». И так далее, и тому подобное. Я бы поняла, будь он совсем крошкой, или если бы она давала ему попробовать то, что впервые испекла, или будь у него такая форма аутизма, которая лечится только путем публикации фотографий его еды в соцсетях. Увы, ничего подобного. Два с половиной года завтраков, обедов, полдников и ужинов Билли. Один и тот же стул, каждый божий день. Я даже начала думать, что захожу на Фейсбук только ради того, чтобы узнать, чем Билли кормили сегодня. Никогда не забуду эти посты. Речь идет о моем бывшем коллеге, с которым я работал в одном ресторане. Я не удалял его из друзей на Фейсбуке, потому что вся драма его жизни отражалась на его стене. Кто-то написал ему, что он украл велосипед маленькой девочке, испортив ее день рождения. Его мама писала посты с оскорблениями каждый раз, как он вновь начинал принимать наркотики и воровать у нее деньги. И все это на его странице в соцсети. Когда он расстался со своей девушкой, с которой я тоже работал в том ресторане, он вынес это на всеобщее обозрение на своей странице. Он написал очень длинный пост, где обзывал ее всеми известными и неизвестными матерными словами. При этом говорил, что будет скучать по ее дочери, а закончил примерно так. Удачи в поисках нового парня, которому придется иметь дело с твоей вагиной, пахнущей как дохлая рыба. Моя двоюродная бабушка-алкоголичка пролила на себя кофе и загрузила фотографию своей обожженной груди, чтобы показать, насколько ей было больно. Был знаком с одной цыпой, у которой была странная одержимость своим двоюродным братом. Каждый день выкладывала кучу записей о нем. Как-то раз она гостила у тети, и она выложила много фотографий одну за другой, где она исследует ящички его шкафа с нижним бельем. У технического директора нашей компании был тяжелый развод. Его жена дружила со многими на нашей работе, так что все могли видеть ее публикации о нем на фейсбуке. Она в конце концов даже перестала называть его по имени, а стала обращаться просто микропенис скорострелов. В фейсбуке я дружу с одной женщиной, которая постит по 10 фото в день со своим малышом, и пишет буквально обо всем, что с ним происходит. В прошлом году ему было 3 года, и у него как раз был период, во время которого он ссал на все подряд в течение нескольких месяцев. Она писала посты об этом каждый раз, как это происходило. Однажды она даже прикрепила к посту фотографию, на которой он сидел на своем горшке абсолютно голый, а его пенис прикрывала маленькая звездочка. Ох, как он будет ее ненавидеть за это, когда немного подрастет. Одна моя знакомая писала буквально обо всем, что она делала в течение всего дня, и сколько раз она это делала, включая ее походы в туалет и подробности того, чем она там занималась. Девушка из моей школы написала в снапчате о том, что она проколола свои соски. В результате туда попала инфекция. Она писала о гное и прочих подробностях. Один мой коллега с прежней работы постоянно писал о своих ссорах с женой, обо всем, что она ему говорила, и о том, что он ей отвечал. Мне кажется, он хотел, чтобы ему посочувствовали, но судя по его постам, в большинстве случаев именно он и был виновником этих ссор. До того, как я добавил его в друзья на фейсбуке, он казался вполне нормальным. Но после всех этих его постов, иногда он писал почти каждый час, я серьезно стал бояться, что он в конце концов убьет свою жену, и начал избегать его на работе. Когда я сменил работу, я с легкой совестью удалил его из друзей. Но спустя несколько лет, из-за чрезмерного любопытства, я зашел на его страницу и узнал, что они все еще вместе, и у них появилось еще двое детей. Одна девушка опубликовала фото своей использованной прокладки. В комментариях все ее поздравляли. Фу, и с чем тут можно поздравлять? С тем, что она не беременна. Случай, о котором я хочу написать, произошел по ошибке, так что не знаю, считается ли это. Моя подруга хотела задать вопрос в закрытой группе, посвященной беременности, в которой она состоит. Но случайно опубликовала свой вопрос как пост. И все, кто прочитал запись, узнали о том, что у нее вышла слизистая пробка, и у нее было сильное кровотечение. Она осознала свою ошибку только спустя час. Другая моя знакомая выкладывает в инстаграме фотографии, где ее двухлетняя дочь полностью голая. По-видимому, родственники ее мужа поговорили с ней на эту тему, и она очень на них разозлилась. Она все еще пастит такие фото и видео, но прикрывает некоторые места, включая соски, различными стикерами или эмоджи, что лично мне кажется еще более странным. Лидер одной из политических партий в моей стране выложил в инстаграме фото своего члена. Моя бывшая одноклассница выложила свою фотографию из салона, где ей делали восковую эпиляцию, прикрыв на фото то самое место большим стаканом с газировкой. У нее есть трое детей, ее старший сын уже подросток и есть на фейсбуке. Женщина опубликовала в родительском паблике увеличенное фото своего ануса, спрашивая, не геморрой ли у нее. Одна мамочка в паблике матерей писала, что хочет новую машину. Ее муж предложил купить ей машину, если она займется с ним анальным сексом. На следующий день у нее была новая машина. Некоторые люди пишут о том, о чем не следует всем рассказывать. Изменено. Одна женщина написала, что подает на развод со своим мужем, потому что застала его с 13-летней девочкой. Подруга подруги решила, что будет уместно постить проэрекцию своего 6-месячного сына. Мне кажется, я смогла бы прожить и без подобной информации. Парень, с которым мы учились в одной школе, написал о том, что посрал в первый раз в новом году. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.